Здравствуйте! В эфире телеканал Архиз 24, программа «Экономика». Самые актуальные экономические вопросы обсудим и проанализируем вместе. А сейчас начнем с обзора новостей. Предприниматели Карачаева Черкесии продолжают активно развивать производство, продвигая свои товары на зарубежные рынки. На сегодняшний день в регионе действует целый ряд мер поддержки для экспортно-ориентированных компаний. О них говорили на круглом столе, главной темой которого стала внешняя торговая деятельность в новой экономической реальности. Подробности в сюжете. В этом зале потенциальные экспортеры Карачаева Черкесии, которые планируют поставлять свою продукцию за пределы страны, а также те, кто уже работает с зарубежными партнерами. Но как выстроить эту деятельность с учетом новых экономических реалий, знают далеко не все. Вадима Ибзеева уже работает со странами СНГ. Ее головные уборы пользуются там спросом. Но она решила идти дальше и заключить договор с компанией из Арабских Эмиратов. Но вот тут-то у нее возникли вопросы. Недавно у нас была возможность выйти на более значимый уровень. Мы заключали договор с дубайской фирмой. Но вот благодаря центру бизнеса и ее юристам, которые нашли несостыковки, скажем так, в юридической стороне этого дела, мы немножечко приостановились. Это благодаря именно центру бизнеса и ее юристам. За что я им очень благодарна. К слову, центр «Мой бизнес» Карачаево-Черкесской республики, на базе которого открыт центр поддержки экспорта, уже не первый год оказывает поддержку потенциальным экспортерам Карачаева-Черкесии. И на круглом столе его представители рассказали предпринимателям и про механизмы выведения компании на зарубежные рынки и какие региональные и федеральные меры поддержки сегодня оказываются представителям малого и среднего бизнеса. Если, допустим, предприниматель уже готов выводить свою продукцию за рубеж, мы, начиная от перевода на иностранные языки, потом находим им потенциальных партнеров, то есть это и горячие контакты, и теплые, и холодные. И также бизнес-миссии организовываем зарубежные, где они уже в формате B2B встречаются с потенциальными партнерами. Помимо этого мы еще организовываем выставки, это и зарубежные, и внутри России, но они направлены именно на экспортную деятельность. В качестве спикеров на круглом столе выступил президент Торгово-промышленной палаты Карачаева-Черкесской республики, который рассказал, какими мерами поддержки экспортеры региона могут воспользоваться в их организации, а спектр их достаточно широк. К примеру, там могут оказать помощь в разрешении спорных моментов при заключении международных контрактов. Допустим, поставщик не доставил, к примеру, продукцию или товары, материалы. Если в договоре прописано, что данные спорные моменты решаются при помощи МКАС, Международного коммерческого обитражного суда, то предприниматель может обратиться в Торгово-промышленную палату, и мы уже в дальнейшем можем помочь нашему предпринимателю в решении данного вопроса. Уже в рамках МКАС, так как все Торгово-промышленные палаты участвуют в данном проекте. Не только в России, но и за рубежом в том числе. За круглым столом его участники смогли обсудить с экспертами и коллегами не только эффективные меры господдержки для реализации экспортных проектов и продолжения успешной внешнеэкономической деятельности в условиях жесткого экономического прессинга, но и использования различных банковских инструментов. Все больше и больше предпринимателей рассматривают разные схемы расчетов, в том числе и по импорту, и экспортные сделки. Поэтому здесь, в данном случае, мы хотим рассказать наши условия и продукты по экспортным операциям и импортным операциям. Как отметили эксперты, предприниматели Карачаева-Черкесии должны знать, что им всегда подставят надежное плечо, помогут развивать их дело, продвигая его за рубежом. Дарья Назарова, Ливан Задзамия, Архиз 24. Мошенничество путем обмана и злоупотреблением доверия совсем не редкость. В МВД по Карачаево-Черкесской республике прошел круглый стол, посвященный профилактике дистанционного мошенничества. Кроме правоохранителей, для обсуждения злободневной темы собрались общественники и журналисты. Мне поступил звонок на сотовый телефон, что на моем аккаунте в госуслугах происходит какая-то неправомерная деятельность. Следом мне посыпались смс-ки на телефон, на ватсап, что идет взлом моего аккаунта. Я попыталась зайти с телефона на госуслуги, телефон меня не пропустил. Тут же они мне еще раз звонят, говорят, вот с вами связывается техподдержка госуслуг, у вас происходит взлом аккаунта, мы вас сейчас переведем на сотрудника, который непосредственно будет заниматься вашим вопросом. Это лишь один из примеров мошеннических схем, в сети которых злоумышленники ловят наших доверчивых сограждан. К сожалению, в последние годы дистанционное мошенничество стало одним из самых распространенных преступлений в экономической сфере. Методы преступников постоянно совершенствуются. Если раньше они ограничивались паническими сообщениями от якобы попавших в беду родственников, то теперь в дело пошел уже искусственный интеллект, который способен подделать практически любой голос. Сейчас разнообразие видов мошеннических действий не имеет конца, и с каждым днем появляется все больше и больше новых схем преступлений. Начала выстраиваться преступная иерархия с четким распределением ролей и функций каждого преступного звена, которая на сегодняшний день имеет не то что межрегиональный характер, а международный. При этом в большинстве случаев все звенья преступной цепочки друг с другом связаны лишь в виртуальном пространстве. Это в разы усложняет раскрытие таких дел. Найти злоумышленника в сети уже сложная задача, а когда он находится за пределами вашего региона, а уж тем более государства, задача усложняется многократно. Поэтому сегодня самый эффективный способ борьбы с мошенниками – профилактика преступлений. Нами было роздано больше 70 тысяч памяток. Только национальный банк наш нам предоставил больше 20 тысяч буклетов. Данные буклеты были розданы гражданам. Из этих 70 тысяч, около 30 тысяч буклетов памятки были розданы в общественном транспорте гражданам, родственникам, чтобы они передавали. 96 профилактических публикаций, выступлений в СМИ. Конечно, работу по профилактике дистанционного мошенничества необходимо вести с привлечением СМИ. Информационное сопровождение – один из определяющих факторов успешного предотвращения подобного мошенничества. Не случайно на круглом столе, который сотрудники МВД ПКЧР провели с представителями СМИ, было принято решение о совместном усилении этой работы. Веслан Туаршев, СМИ, Вархиз-24. Министерство финансов России предложило федеральному правительству большой пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, включая новую прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговый вычет для семей с детьми и повышение налога на прибыль компании. К слову, прогрессивная шкала НДФЛ, предусматривающая повышение налога на физических лиц, на деле затронет около 3% трудоспособного населения страны, следует из материала ведомства. Для тех, кто зарабатывает в год до 2,5 млн. рублей, все останется по-прежнему. Для тех, кто получает в год до 5 млн. рублей, налог составит 15%, до 20 млн. – 18%. От 20 до 50 млн. рублей – 20%, а свыше 50 млн. – 22%. При этом, Винфин не подчеркивает, что платить повышенный налог будут не со всей суммы, а с той ее части, что превышает 2,5 млн. рублей в год. Повышение НДФЛ не коснется участников спецоперации. Для них порядок налогообложения останется прежним. Для представителей бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%. Семьям с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен возврат части уплаченного НДФЛ. Благодаря новому сервису Федеральной налоговой службы бизнесу будет проще оформить электронную подпись. Эта услуга, реализованная ФНС России и Центром биометрических технологий, стала первым шагом в деле формирования суперсервиса «Старт бизнеса онлайн». Для оформления квалифицированной электронной подписи по биометрии потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и подтвержденная регистрация в единой биометрической системе. Оформить подпись можно на официальном сайте ФНС. А сейчас давайте разберемся, какие изменения в сфере экономики вступят в силу в июле 2024 года. Так, людям, у которых есть пенсионные накопления, станет легче их получить, а пенсионеры и многодетные родители смогут оплачивать коммуналку без комиссии. С 1 июля меняются правила выплаты пенсионных накоплений. Это нововведение предназначено для обеспечения большего числа граждан возможностью получить накопительную пенсию в одном платеже. Ранее способ выплаты накопительной пенсии определялся на основе соотношения суммы накопительной пенсии и общего пенсионного обеспечения. Теперь все будет гораздо проще. Если расчетная сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума, то пенсионер получит одноразовую выплату. Например, если у человека на счету будет менее 350 тысяч рублей при достижении положенного возраста, ему будет представлена возможность получить единовременную выплату. Ряд пенсионеров получат доплаты. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Кроме того, люди, получившие первую группу инвалидности в июне, также получат доплату в размере 8 тысяч 135 рублей. Тарифы на коммунальные услуги повышаются с 1 июля. До этого они не изменялись более полутора лет с момента внепланового повышения в конце 2022 года. Согласно утвержденным правительством индексом изменения платы на коммунальные услуги, максимальное подорожание коммуналки может быть, например, в Забайкальском крае сразу на 15%, минимальное в Хакасии всего на 4%. В остальных регионах величина подорожания чаще всего 9 или 10%. Стоит добавить, что индексы – это разрешенный рост тарифов в среднем по региону. При этом в одном городе плата может быть выше, в другом – ниже этого значения. Одни коммунальные услуги могут подорожать больше, но другие, соответственно, меньше. По информации из регионов, фактически сильнее всего подорожает водоснабжение и теплоснабжение. Рост – чуть больше 12%. Теперь пенсионеры смогут платить за жилье без комиссии. С июля запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категории – льготников. Это правило распространяется на многодетных родителей – пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. С 1 июля банки, микрофинансовые организации и любые другие финансовые компании будут отвечать на жалобы клиентов максимум за 15 рабочих дней. По сути, появляется единый порядок работы с обращениями для всех финансовых организаций. Он будет стимулировать участников рынка не допускать недобросовестных практик и нарушений прав клиентов, поясняли в Банке России. При этом срок работы с жалобой клиентам может быть продлен на 10 рабочих дней, если потребуется дополнительная информация для принятия решения. Устанавливается обязанность принимать обращения как в офисах, так и по обычной электронной почте. Допускаются и дополнительные способы приема обращений. Информация о них должна размещаться на сайте и в офисах компании, отмечают в Центробанке. Если финансовая организация не ответит клиенту вовремя, Банк России сможет применять к ней меры надзорного реагирования и рассмотрит обращение самостоятельно. Кроме того, если заявитель останется недоволен тем, как финансовая организация отреагировала на его проблему, он может направить в Банк России повторное обращение для проведения разбирательства. Банки теперь будут обязаны блокировать переводы на подозрительные счета. Российские банки с 25 июля будут обязаны проверять реквизиты получателей любых денежных переводов. Смысл проверки – выяснить, не находится ли счет в базе мошеннических. Если счет окажется мошенническим, то банк предупредит отправителя об этом. Перевод будет заморожен на два дня. За это время человек, находящийся под влиянием злоумышленников, сможет одуматься и не подтверждать его. Если банк не проведет проверку подозрительного счета, то банк должен будет возместить клиенту переведенные деньги. Сделать это будет нужно за 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего клиента. Кроме того, банки обяжут отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег, если информация о совершенных противоправных действиях поступила от МВД России, отмечают в Центробанке. Банк России с 1 июля и на весь третий квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Центробанк ограничивает не заемщиков, а банки и микрофинансовые организации через инструмент определенных лимитов. Это количественные ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки по отношению к их ежемесячному доходу. То есть, если человек и так отдает за платежи по долгам внушительную сумму от 50% дохода, то шансы на оформление нового кредита у него заметно снизятся. Если показатель долговой нагрузки превышает 80%, то кредит не будет выдан точно. Также повышается пошлина за выдачу паспорта. Повышаются размеры госпошлин за выдачу ряда документов, среди которых и закон паспорт для детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. За получение закон паспорта на ребенка до 14 лет с 1 июля пошлина составит 3000 рублей, что на 500 рублей больше ранее установленной. Пошлина за получение закон паспорта нового поколения на взрослого выросла до 6000 рублей. Также повысится стоимость выдачи ряда документов на иностранцев. За регистрацию иностранного гражданина или человека без гражданства по месту жительства нужно заплатить 420 рублей. Цена выросла на 70 рублей. Сильнее всего повысилась стоимость получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, то есть до 12 тысяч рублей. Это на 2000 рублей больше, чем было ранее. А сами иностранные сотрудники за выдачу разрешения на работу будут платить 4200 вместо 3500. Аналогично повышается пошлина за прием в гражданство РФ. Изменения коснулись и правил подключения новостроек к энергосетям. С начала этого месяца в оплату за подключение новостроек к электросетям допускается включение инвестиционной составляющей, то есть расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, к примеру, за реконструкцию и ремонт подстанции и центров питания, а также работы по усилению сетей. Ранее для подключения новостройки сетевые организации зачастую были вынуждены ставить еще одну подстанцию или же тянуть последнюю милю от дальнего центра питания. Теперь у них появится возможность подключения здания, сделав реконструкцию ближнего центра питания и включив эти затраты в плату за подключение. Также ожидается повышение зарплаты в регионах. В июле некоторые российские регионы повысят заработные платы для сотрудников бюджетных организаций в сфере образования и здравоохранения. Прибавку получат наставники, руководители, учителя и медработники. На этом пока все. Мы продолжим следить за новостями. Смотрите экономику на нашем телеканале и всегда будьте в курсе.